Восстановление Ground Zero Восстановление Ground Zero – одна из главных строек последнего десятилетия. На месте уничтоженных башен Близнецов, главный архитектор и деконструктивист планеты Даниэль Лебезкин придумал монумент с событием 11 сентября 2001 года. Это не только пара льющихся в бездонный бассейн и водопадов открытых десятилетий утроедий, но и 6 новых высоток, несколько музеев и монструозный транспортный хаб ценой в 3,5 миллиарда долларов. Главное здание комплекса Башню Свободы откроют уже этой осенью. Небоскреб высотой в 541 метр обошелся в 4 миллиарда долларов и уже стал самым высоким зданием Нью-Йорка. Несмотря на то, что большая часть Ground Zero отдана под парк и мемориал, после завершения строительства площадь офисов в комплексе Всемирного торгового центра не только не уменьшится, но и увеличится до 1,5 миллионов квадратных метров. Китай активно вкладывается в транспортную инфраструктуру. За последние 5 лет длина скоростных железнодорожных линий внутри страны достигла 10 тысяч километров, а всего через 2 года эта цифра должна увеличиться в 1,5 раза. Поезда, идущие по эстакадам со скоростью свыше 300 км в час, каждый день перевозят 2 миллиона пассажиров между Пекином, Шанхаем, Чэндженем и другими крупными мегаполисами. Скоростные поезда настолько популярны, что это даже вредит внутренним авиоперевозкам. Общий бюджет строительства достигает немыслимые 300 миллиардов долларов. Для сравнения, крупнейший транспортный проект Европы, сеть скоростной лондонской электрички Crossrail длиной в 136 километров стоит свыше 25 миллиардов. Международный аэропорт Дубая – один из самых больших аэропортов на планете, а его годовой пассажиропоток достигает 65 миллионов человек. Но и это не предел. Неподалеку от крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов уже 3 года строится международный аэропорт Аль-Мактум. К моменту завершения проекта в 2025 году он займет площадь в 220 квадратных километров и сможет обслуживать до 160 миллионов пассажиров в год. Аль-Мактум станет первым на планете аэрополисом. Не просто транспортным хабом, а настоящим городом при аэропорте. Со своими офисами, заводами, торговыми центрами, всей необходимой развлекательной и социальной инфраструктурой. И даже собственной свободной экономической зоны. Пока готова первая очередь проектам. Впрочем, Аль-Мактум недолго будет единственным сверхаэропортом. К середине следующего десятилетия сопоставимые по размеру хабы появятся у Стамбула, Дохи и Пекина. Три ущелья – это крупнейшая электростанция в мире, строительство которой велось в течение 20 лет. Она в три раза мощнее Саяно-Шушенской ГЭС и считается грандиозным социальным и экономическим успехом Китая в области возобновляемой энергии. При этом для ее строительства из поймы Янзы были насильно переселены около полутора миллионов жителей. А водохранилище станции затопило многие исторические памятники. С момента запуска первой турбины в 2003 году ГЭС выработала 700 тераватт-часов электроэнергии. Станция готова. В 2015 году ожидается завершение строительства судоподъемника. Международный экспериментальный проект в области термоядерной энергетики, в котором участвует и Россия, был предложен еще в середине 80-х годов. Но к строительству неподалеку от Марселя приступили лишь пару лет назад. ИТР должен продемонстрировать возможности коммерческого использования термоядерного реактора. Но случится это не раньше середины следующего десятилетия. Пока же строительство сопровождается лишь перерасходами бюджета. ИТР не единственная игрушка физиков, которую построят в ближайшее десятилетие. К 2024 году в ЦЕРН должен появиться будущий кольцевой коллайдер длиной в 100 км, мощность которого будет превосходить БАК в 10 раз. К тому же времени в Японии будет готов и международный линейный коллайдер. Субтитры создавал DimaTorzok